Наталья Пелевина, оппозиционный политик, член политсовета партии Парнас, присоединяется к нашему эфирю. Наталья, приветствуем вас в эфире телеканала Freedom. Здравствуйте, спасибо, рада быть с вами. Взаимно. Наталья, ну а как вы считаете, что будет происходить с этой историей под названием возможная мобилизация или же усиление определенных процессов по набору новых людей на эту кровавую войну против нашего государства? Ну, я думаю, что, во-первых, Путин, конечно, не собирается останавливаться, это вполне себе очевидно. Плюс на фоне войны он только может укреплять свою власть, свою вертикаль и все остальное прочее. Поэтому ему вяло текущее пусть даже, но война очень-очень выгодна. И вполне может быть, потому что для этой войны нужно кушечное мясо, нужны люди, вполне может быть, что он действительно объявит новую мобилизацию. Теперь, когда выборы, так называемые выборы, позади, он считает, что консенсус в стране есть по, так сказать, вообще всему, что он предлагает для страны. Поэтому я думаю, что он вполне спокойно себе позволит озвучить новую волну мобилизации. И, как было правильно сказано в вашем репортаже, как написал New York Times, действительно никаких сдерживающих сил в стране сейчас нет. Нет оппозиции, потому что она вся в основном уехала, кроме каких-то отдельно взятых людей, которые, конечно, ни на что повлиять не могут. Вот и действительно нет, самое главное, нет гражданского общества. Потому что в парламенте там давно болото, это все ясно, там все принеси-подай. А вот гражданское общество, ну, к сожалению, действительно все пережато и изничтожено. А Наталья, скажите, ну, есть ли, да, какие-то, скажем так, непопулярные решения, на которые Путин бы не пошел? Да, и касается ли это непопулярное решение той же мобилизации? Потому что до этого говорили о том, ну, и эксперты разные, аналитики, что вот, ну, как-то вот в Кремле вроде бы как бы побаиваются, да, оглашать вот такую масштабную мобилизацию, которая захватит собой, не знаю, там, все регионы Российской Федерации, а не только, ну, к примеру, какую-то там глубинку или какие-то национальные республики, что вот на полномасштабную он не пойдет? Или уже там нет никаких сдерживающих факторов, которые могут его как-то вот оградить от подобных решений? Нет, вы знаете, я думаю, что несмотря на то, что он считает, что ему все будет, сойдет с рук и все у него будет в порядке, все равно они будут действовать немножко похитрее, чем просто какая-то вот какая-то полномасштабная там, значит, все-все, значит, к стволу. Они будут, я думаю, все равно, во-первых, брать регионы, откуда еще не брали, но которые не являются центральными ключевыми для власти, то есть Москва, Питер по-прежнему, скорее всего, не будут так сильно затронуты. Плюс это будет как бы такая, она будет более активная, но все равно такая ползучая, чтобы не было вот этой надрыва и драматизма. Вот это они постараются избежать, мне кажется. Плюс у них все равно, это вертикаль власти, они все равно могут все делать, даже, в принципе, не озвучивая особо, то есть транспарантности, прозрачности в стране нет. Озвучивать особо не сильно обязательно, да, там, те или иные свои действия. Поэтому такая и так идущая потихонечку мобилизация, все равно людей там, так сказать, призывают и забирают. Но несколько другого масштаба она будет идти, и, учитывая масштабы страны, ее не сильно остро могут сразу заметить. Когда, понимаете, лягушка, которой принято так упоминать это высказывание, про лягушку, которую варят, начиная с холодной воды, то она не замечает, как ее сварили. Но я думаю, что приблизительно вот в таком же формате будет мобилизация. Хотя, сразу оговорюсь, что если он даже сядет в экране, что-то, значит, скажет, что все ребята на войну, то тоже, скорее всего, каких-то волнений больших это может не быть. Наталья, далее я хотел бы с вами поговорить о ряде встреч, которые Путин уже провел, да, по факту своего, так называемого, переизбрания. Но и, в частности, есть мнение о том, что Путин пытается показать поддержку и со стороны российского аппарата безопасности. Именно поэтому он выступил перед сотрудниками ФСБ сразу после так называемых выборов. Об этом идет речь в отчете аналитиков Института изучения войны. Во время своей речи глава Кремля похвалил представителей спецслужбы за обеспечение безопасности и суверенитета России. Эксперты объясняют, что российский диктатор хотел показать сплоченность его режима и силовых структур. Ну, сам бывший КГБшник Путин подчеркивает, что ФСБ является организацией, которая пользуется его благосклонностью. Наталья, ну как вы оцениваете, да, вот эти выходы в люди, разговоры? Я бы сюда добавил не только с представителями Федеральной службы безопасности Российской Федерации, но и, как мне понравилось, Путин оценил, да, тех людей, которые, ну, не смогли составить ему конкуренцию на этих так называемых выборах, да, как бы даже не какие-то люди, которые ему противодействовали, а коллеги по избирательному процессу, соратники практически его. Да, как вы это оцениваете, вот эти выходы в люди, да, по факту его переизбрания и тех, сколько, 87 процентов, которые ему нарисовали в российском ЦИКе? Ну, во-первых, я думаю, что он в эти 87, в общем-то, верит. Мы-то понимаем, что это с высокой долей вероятности фальсификации, собственно, не с высокой долей, а 100 процентов. У меня есть люди в регионах, мы буквально вчера разговаривали, они являются членами комиссии избирательных, они, собственно, наблюдали всякие махинации своими собственными глазами. Поэтому, то есть пытались противостоять, все остальное. Ну, все это имело место. Это имело место на протяжении последних 10-12 лет, и, конечно, имело место и в этот раз тоже. У него, по наблюдению моих коллег-коллег-оппозиционеров, оставшихся еще в России, 50 процентов у него нет. У него нет даже 50 процентов. То есть большинства у него нет в стране. Но он верит в свои 87 процентов. Поэтому его вот эти выходы, он чувствует себя комфортно, как бы это противно не было нам. Он чувствует себя уверенно, искренне. То есть это уже не наносное. Если, может, какое-то небольшое волнение у него было перед выборами, даже при том, что у него все под контролем, безусловно, в стране, все механизмы, я имею в виду, связаны с тем же самым так называемым голосованием, то сейчас он просто уже разлегся в этих своих, как ему кажется, 87 процентах. И поэтому может и со своими этими спарринговыми партнерами разговаривать. Значит, как? Ну, понятно, они для него вошки такие, ничего не значащие. Ну, как бы картинку создает, да. И, естественно, вернуться в свое лоно. Это ФСБ. Действительно, он использует первую голову ФСБшник, ну, КГБшник. Он все времена родился, когда это было, и работал, когда это было КГБ. А потом преемником сделалось ФСБ. Поэтому это самая близкая его контора. Она ему понутру близка, и плюс она обеспечивает его власть, безусловно, сегодня. Это то, что помогает ему держаться там, где он есть. По-прежнему, как в советские времена КГБ была пугалкой, сейчас ФСБ — это пугалка, абсолютно равнозначная КГБ. Просто время другое, да, и название чуть-чуть другое. А так это именно они, именно они осуществлять могут и будут продолжать большую часть, как минимум, инициировать репрессии, казни, убийства и всего остального прочего. Поэтому он на них очень сильно опирается. Они, в свою очередь, плотно работают с ним. Они там все очень чувствуют себя, во-первых, королями в стране, царями почти что маленькими. Есть большой царь, а не маленькие царьки. Плюс они очень все богатые люди, потому что Путин, естественно, всех прикармливает, от кого он зависит. Поэтому здесь все логично укладывается. Он даже ничего не скрывает своего отношения к этой конторе и своих вообще взаимоотношений с ней. Скажите, Наталья, в целом, как вы смотрите на эти цифры? 87% — это как? Это уже диктаторская история? Ну вот напрямую. Можно было бы меньше, можно было бы больше. Или, в принципе, то, что было озвучено еще до этих так называемых выборов, по-моему, Песков, да, называл, что вот, ну где-то мы ориентируемся, да, 85-87, ну можно было бы 90. Это вот туда уже, да, в диктаторском направлении, вот напрямую. Ну диктатор, понятно, да, он, конечно, рисует себе максимальный, ну почти максимальный. Где-то там удерживаются на грани, там, решили не дойти до 90. Я вот была уверена, что будет за 80, для убедительности, что они сделают за 80. Ну такой крепкий показатель, да? Ну да, да, ну вот то, что почти под 90 они дали, это немножко даже нас, оппозиционеров, удивило. Думаю, чуть-чуть скромнее себя поведут, но нет. Потому что даже Лукашенко и Такаев дают себе поменьше, чем 87 на подобных мероприятиях. Ой, поэтому, конечно, ну так уже, значит, чтобы, опять же, это все возвращается к тому, что некому сказать, а король-то голый особо, внутри страны я имею в виду. Ясно, что это делается за рубежом, но им это не сильно волнует внутри страны, вероятно. Вот поэтому можно было 99, как, знаете, на выборах местных в Чечне рисуют обычно 99 и 9, поэтому решили все-таки не перебирать ту сторону, удержаться до 90%. То, что это, конечно, естественно, это абсолютно диктаторская история, естественно, это имеет, так сказать, корни, во-первых, в подконтрольности процесса с точки зрения самого Кремля, они полностью генерируют результаты. И, во-вторых, ну психологически, да, понимаете, вот они сидят и думают, как бы нам выглядеть очень-очень убедительно, но чуть-чуть как бы оставить такой небольшой зазор, что, типа, ну 99 как бы точно нечестные, а 87 вроде как, можно сказать, что честные выборы. Вот, я думаю, что логика такая. Ну, давайте, Наталья, поговорим о возможных фальсификациях, ну невозможных, скорее всего, те, которые и наблюдали, и, в принципе, были соответствующие и видеодоказательства, но мы говорим в целом о фальсификациях невиданного масштаба. Ну, по крайней мере, в этом убедили журналисты издания «Медуза», которые попытались подсчитать вот эту явку избирателей. Ну, и там пришли к выводу, что так называемое голосование было наиболее сфальсифицированным в истории страны. Аномальные результаты они объясняют тем, что в ящики для голосования просто вбрасывали буллетени за кандидата или же приписывали определенное количество голосов в протоколы. Кроме того, во время подсчета голосов от одного кандидата приписывали другому. Также издание отмечает, что некоторые избирательные комиссии просто нарисовали явку на своих участках. Ну, Наталья, как вы смотрите на эти, да, фальсификации, на то, каким образом проходили эти истории с голосованиями связанные, и что вы скажете по поводу явки, поскольку, ну, как я оценивал и то, что заявлял Путин по факту своего переизбрания, ну, там чуть ли не ликовали по поводу, сколько там, 77, по-моему, процентов пришли и высказали Путину такую большую поддержку. Ну, по поводу явки тоже, опять же, я специально разговаривала с теми коллегами, которые еще в стране, и которые были наблюдателями, где было это возможно. Они говорят, что за 50 явка, ну, конечно, не то, что они там за 70 рассказывают. Все-таки не такая явка. А теперь касательно нарушений и вбросов. Мы видели видео даже, где женщины, работающие в комиссии, просто после закрытия участка реального бюллетеня в урны вбрасывали, это мы видели. Мы видели также разные другие нарушения, вот эти вот фальсификации, которые часто имят карусели, ну, разные там, бюджетников, завоз, это как бы классические абсолютно варианты. Но что еще доминировало в этот раз, это электронное так называемое голосование, которое просто позволяет вообще там рисовать любые цифры. ДЭК так называемый. И мы видели, что по Москве чуть ли не больше половины бюллетеней так называемых были, значит, через электронное голосование поданы. Ну, просто, понимаете, ну, чистой воды фальсификат, чистой воды просто. И параллельно еще были, вот это вчера мне тоже рассказали, интересные такие вот истории. Человек приходит, это было в Екатеринбурге, человек приходит на участок, там два даже человека пришли на участок, а по спискам они, оказывается, почему-то прикреплены к участкам на оккупированных территориях в Украине, где тоже происходило, как мы знаем, голосование. То есть человек в Екатеринбурге смотрит в его паспорт и говорит, слушайте, а вы там должны голосовать там где-то в Донецкой области. Он говорит, да я там никогда не был вообще. Вот тоже совершенно мы не понимаем происхождение этого, но ясно, что это какая-то очень темная история, да. А сам факт, что голосование происходило на оккупированных территориях, это одна из причин, почему, например, мы, ну как бы тот ход на нашу аргументацию был, почему мы призывали Запад не признавать результаты этих выборов. Потому что выборы происходили, так называемые выборы, но происходили и на территориях оккупированных. Ну вот это как бы наша была аргументация. Сейчас посмотрим, какие страны все-таки решатся не до конца признать результаты этих выборов. Ну а скажите, это подрывает, давайте так, легитимность Путина в глазах, да, как любит он сам, он говорит, там, западных, наших западных партнеров. Ну уже не партнеры, да, очень многие просто с ним даже отказываются разговаривать или как-то контактировать, да, с кремлевским диктатором. Как это будет в дальнейшем развиваться, Наталья, по вашему мнению? Поскольку если мы не признаем результаты, да, голосования, то везде ли, да, или в целом, да, вот мы смотрим на Путина, как, возможно, на нелегитимного лидера Российской Федерации? Или тут с легитимностью у него все окей? Нет, Лидас, здесь есть де-юра де-факто. Де-юра выборы фейковые, а де-факто, как уже сказал Белый дом, де-факто он управляет страной. И в случае необходимости общения там с Россией, с главой России придется общаться с ним. То есть как бы вот де-юра и де-факто. Конечно, все понимают, что это никакие, они сами говорят, мы не считаем, что это выборы были честные, прозрачные и так далее. Но де-факто он является руководителем страны. И в случае, если у нас будет необходимость с ним о чем-то разговаривать, с представителем России разговаривать, то, естественно, придется разговаривать с ним. Вот как бы вот на этом все останавливается. Официально каких-то там вот заявлений о том, что мы категорически не признаем, мы не считаем его легитимным, и больше пусть он нам никогда не звонит, значит. Ну, такого они сделать действительно не могут. Первую голову, что уж там, значит, вокруг да около, это из-за того, что Россия ядерная держава. Естественно, они не общаться с главой ядерной державы, де-факто главой. Какие там выборы, это уже, значит, что называется. Они не могут. Они, естественно, должны будут, если что, ответить на звонок и сделать звонок самим. Поэтому вот на этом мы останавливаемся. Путин это, видимо, устраивает вполне себе. Он понимает, что в какой-то кризисный момент, естественно, с ним будут общаться. А уж там, что они считают по поводу выборов, российская пропаганда же очень четко продолжает работать в этом направлении. Что все нас, значит, критикуют, а у них у самих там выборов нормальных нет. Они же сейчас эту риторику гонят очень серьезно. Что в Америке там и вообще и фальсификация, и вообще Трамп наш любимый, его пытаются не допускать, потому что он там не выгоден демократам. Видите, какие у них нарушения вообще всех процессов. Ну и ссылаются на самого Трампа, который постоянно это повторяет очень сильно, в угоду, получается, Владимиру Путину. Вот, поэтому у них там, у них с этим, я думаю, с этой, значит, риторикой более-менее все укладывается. Что вот пусть не критикуют наши выборы, у них у самих там все очень плохо с демократией. Вот, а по результату, да, по результату с ним при необходимости все-таки западные партнеры, которые давно не партнеры, как вы правильно сказали, но, если что, будут, конечно, взаимодействовать. А скажите, Наталья, если вот он получил вот такой, да, ну, не знаю, там, кредит, да, такой властный кредит, да, и доверие и так далее, и так далее, но в целом, да, он себя еще стопорит, насколько еще на 6 лет, да, как мы понимаем, вот, в этом кресле, да. Что это будет означать в целом для развития политической ситуации, ситуации вокруг возможных, я не знаю, там, представителей оппозиции? Ну, в целом, да, как в дальнейшем будет себя чувствовать разная жизнь в Российской Федерации, с учетом, как мы понимаем, и дальнейших репрессионных действий, да, изменений в законодательстве? Мы помним, что там уже и врагов нужно искать, и Путин ФСБ приветствует, и говорит о том, что вот мы таким образом, да, все сплоченные, как он говорил, соратники, да, вы все мои, вот мы будем строить эту Россию, прекрасную Россию будущего. Конечно, под моим жестким управлением. Нет, ну это то, что я называю жизнь под бетонной плитой. То есть, конечно же, те люди, которые свободомыслящие или уезжают, или с трудом, с трудом все это терпят, а живут в каком состоянии, вот я вам дам пример, пример, подруга моя написала мне после похорон Алексея Навального, на который она пошла, она написала, что она собрала сумку для СИЗО перед тем, как идти на эти похороны. То есть вот у нее была готовая сумка на случай, если ее просто, значит, сразу арестовывают, сразу сажают. Вот с таким вот, знаете, ментальным состоянием люди вот высказывают свое отношение к происходящему, что небольшой шанс, что они оказываются за решеткой. Поэтому вот в таком, да. И дальше будут ли ухудшаться репрессии? Скорее всего, будут. Потому что диктатор, он не может идти, его система не может идти на расслабление. Она может только идти на ужесточение. Это очевидно. Это исторически только так и было, по-другому. Других примеров не бывает, просто не существует. Поэтому, естественно, они будут продолжать, ужимать, зажимать, сажать и вообще всячески репрессировать любое так называемое с их точки зрения инакомыслие. Мы знаем про все законы в отношении иноагентов, таких как я. Я являюсь иноагентом с точки зрения российской власти, по версии российской власти. Всякие законы о изъятии имущества. То есть все это будет набирать только обороты. Это очевидно. И те, кто в России не хотят жить под этой бетонной плитой, я думаю, что и знают таких людей, которые начинают сейчас после этих так называемых выборов уже серьезно задумываться об отъезде. Всем остальным просто, кто не может по тем или иным причинам, будет очень трудно там. Жизнь, конечно, находиться. Но вот эти действительно ощущающие всем своим нутром вот эту диктатуру люди, это все равно не доминатный процент. При том, что даже за Путина не голосовало больше 50, по-нашему мнению, меньше 50. Но остальные как бы уживаются. Они бы, может быть, и не хотели бы дальше Путина, но в принципе они как бы занимаются своей просто частной жизнью в основном. Выживают. Для диктатора важно, чтобы общество было в одном режиме — выживание. Это очень выгодно диктатору. А диктатору не выгодно, когда общество хорошо живет, и тогда оно еще какие-то права хочет. А когда ты просто от дня ко дню, значит, думаешь, что пожрать, извините за выражение, или ребенка накормить. Конечно, все остальные вот эти высокие материи, они где-то на десятом плане. Поэтому вот в таком состоянии большая часть по-прежнему очень бедной страны России и живет. И это очень на руку Владимиру Путина. Поэтому вот это болото, вместо гражданского общества — болото. И вот в этом болотном состоянии я боюсь, что люди просуществуют еще какое-то время, и Путин это вполне себе устроит. Ну, как говорится, будем наблюдать. Наталья, спасибо вам большое за разговор, за то, что присоединились к нашему эфиру. Благодарим. Наталья Пелевина, оппозиционная политика, члена политсовета партии Парнас, была с нами на связи. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.